Доброго всем времени суток! Сегодня мы с вами будем отсаживать деток глоксини от материнского листа. Вот здесь образовалось две детки. Сейчас мы их будем отсаживать от материнского листа. Материнский лист уже пришел в негодность. Вот здесь я уже верхушку отрезала для укоренения. Вот здесь уже повреждения есть. Поэтому мы его просто выбросим. Если же лист еще крепкий и целый, то в принципе можно обрезать корневую систему и заново переукоренить. И он может дать еще деток. Мы максимально убираем здесь землю, основание. Чтобы видеть. А вот здесь оказалось и вовсе не две детки. А одна детка. Вот здесь была покрыта землей и не было видно, что стволик один. Он просто разделился на два ответвления. Одно из ответвлений можно убрать, чтобы лучше развивалась первое. Если его оставить, оно, конечно, зацветет, но не так красиво, как в одну, в один стебель. Вот здесь клубенек настолько плотно был к материнскому листу, поэтому я его просто отломила. Вот это место, где он отломился, немножко подсушим и прям так посадим. Клубенек вот здесь вот маленький. И вот эту боковую я отщипнула. Потому что она все-таки будет мешать развитию полноценному вот этой вот детки. Все, пока она у нас подсыхает. В принципе, можно использовать этот же стаканчик. Можно даже, я видела некоторые, даже уже коллекционеры с опытом используют вот эту же землю, в которой росла детка. В принципе, да, она не истощена. Лист не так долго в ней находился, так как это мне присылали лист, лист укорененный. И я его пересаживала в новую свежую земельку. Здесь земля не старая. Но все равно я хочу немножко обновить ее, и поэтому буду досыпать свежей земли. Я использую теравита универсальную. Или любой другой универсальный грунт. Когда добавляю перлит, вернукулит, когда не добавляю. Вот, когда я сажала листья, я ничего не добавляла. Здесь был чистый теравита. И сейчас я буду сажать детку просто в чистую теравита. Дренаж я обязательно наложу. В основном я всегда использую тенопласт. Денаж я обязательно наложу. В принципе, ничего сложного в отсаживании деток абсолютно нет. Отделили, посадили в новый грунт. Полили. В принципе, можно поставить в тепличку, чтобы меньше стресса растения испытывала. Я оставить не буду, потому что у меня сейчас в комнате и так повышенная влажность. Все, посадили. В основном для глоксиней и фиалок я использую неотстойную и фильтрованную воду. Потому, как у нас настолько плохая вода, что ее даже отстаивать, замораживать, даже кипятить бесполезно. Вот и все, готово. Теперь это растение будет у нас развиваться. Здесь уже даже растет бутончик. Бутончик, в принципе, можно обломить, чтобы растение достаточно хорошо крепло, выросло и потом уже процело. Вот и все. Отправляю на постоянное место пребывания. В дальнейшем можно пересадить в более просторную посуду. Это пол-литровый стакан. Уже взрослое растение хорошо растет в пол-литровом пластиковом стакане. Надеюсь, мое видео вам было полезно. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. И до новых встреч!